Прикосновение к Вечности Духовная практика и сопротивление Часть вторая Мне сказали, что некоторые из вас купили фотографии с изображением этой формы, указывая рукой на свое лицо. Если так, то их необходимо использовать очень осторожно. Фотография будет работать правильно, если, глядя на нее, вы будете чувствовать углубление присутствия самого себя. Вы как бы смотрите на себя. Свет, который светит сквозь форму. Вот кто вы. Сама форма не столь важна. Когда вы будете созерцать фото, в душе должен возникать душевный покой. Тут хорошо закрыть глаза и убрать фотографию. Не привязывайтесь к форме. Она отражает вас самих. Необусловленное проявляется через форму. На фото изображено это. Я размышлял некоторое время, прежде чем согласиться, потому что очень легко впасть в ошибку. В учитель вас привлекает его личность, сила его учения, в которой есть эманация. Она более важна, чем слова. Вы узнаете в себе эту силу или присутствие. Назовите как угодно. Если бы его в вас не было, вы бы не узнали его в вовне. И так не должно возникать привязанности к форме. Форма выполняет свое предназначение, когда приводит вас к не имеющему формы. Оно светит сквозь форму. Так форма выполняет свое предназначение. Ваше тело тоже. Это не означает, что ваша жизнь подошла к концу, когда не имеющая форма начинает светить сквозь вас. Скорее, это реализация полноты вашей жизни. Она продолжает и дальше манифестировать себя. В двух или трех вопросах спрашивалось, действительно ли на этом все кончается, когда мы входим в настоящее. И затем нечему происходить дальше. Никакого дальнейшего развития. Никакого движения вперед. Никакой дальнейшей духовной практики. В общем-то, да, наступает конец духовному обучению, потому что вы восстановили связь с Единым. С Единственным Учителем. С вашим подлинным Я. Но на уровне форм еще не конец. Не имеющая формы не может выражать себя, не прибегая к форме. Поэтому оно создает вас как форму и использует формы, создаваемые вами. Так ведет развитие во времени. Мир форм тесно связан со временем. Нужны гонны, чтобы учение раскрылось в вас после того, как однажды произошло его осознание. Много лет. Начальное понимание и внутренний покой у меня возникли лет 25 тому назад. Но тогда не было никакого учения. Потребовалось время. Были периоды, я тоже думал, что все свершилось, в этом мире больше нечего делать. Глубокий покой. Временами отдельные люди приходили ко мне, иногда группа. Один-два раза в месяц. Было так хорошо. Я проводил годы, живя в уединении, в деревне. Все шло хорошо. Но у целого были другие планы. Однажды утром я проснулся и осознал, что мне следует переехать на западное побережье Северной Америки. Я не знал, почему. Однако я переехал. Много позже я понял, что мне нужно было оказаться в энергетическом поле этого места, чтобы написать книгу, в которой оформилось учение. Оно развернулось посредством меня таким способом. Это не значит, что после все в моей жизни остановилось. Можно сказать, что все только началось. Началась подлинная жизнь, когда иллюзия «я» исчезла, распалась умом созданная маленькая «я». Началась настоящая жизнь. Она разворачивается изнутри. Нельзя сказать, что я живу свою жизнь. Скорее, жизнь живет мною, проявляет себя посредством моей формы. Целью духовной практики не является состояние «сейчас». «Сейчас» — это портал, точка входа. Целью духовной практики является конец ложного «я» — исчезновение эгоистических структур. Этот процесс расцветает, цветки распускаются, распускаются. Итак, исчезновение, растворение ложного «я». Мы говорили об этом утром. В двух словах используйте для практики все, что вам встречается в жизни, в какой бы форме это ни приходило, в том числе и здесь. Используйте, чтобы снизить сопротивление, уменьшить чувство «я». Если кто-то оскорбил вас или кто-то не согласен с вами или сомневается в правоте вашей позиции, всякий раз, когда вы чувствуете свое «я» поврежденным и когда автоматически запускается механизм самовосстановления, станьте предельно сознательными, отойдите назад и не сопротивляйтесь. Это заложено во многих учениях. Снижение умоления своего «я» есть несопротивления. Вы отказываетесь от потребности быть правым в споре. Вы чувствуете себя счастливым, даже оказавшись неправым. Немедленно приходит мир, душевный покой. Вы не умерли. Вы лишь позволили уйти ложному. Вы открыты и тут же прилив душевного покоя. Это нечто противоположное смерти. Но я не советую применять это в отношении ребенка. Предназначение судьбы человека пройти сквозь через взрастание «я» и затем шагнуть дальше. Ребенок должен пройти через эту стадию. Она длится года. Она начинается, когда он впервые говорит «У моего папы машина больше, чем у твоего» или «Это мое». «Моя игрушка лучше, чем твоя». «Смотрите, как я могу». «Смотрите на меня». Бесполезно запрещать ребенку «не говори так», «забудь про «я». Ты не должен говорить о себе». Это не сработает. Ребенку нужно внимание. Или в каких-то случаях наоборот он избегает вашего внимания. Сейчас он на этой стадии. Развивается самосознание, образ «я». Постепенно умом созданный компаньон начинает повсюду следовать за ним. У ребенка складываются отношения с самим собой. Он или она взрослеет. Затем начинается страдание. Чувство «я» в ловушке страдания. Посредством страдания вы преодолеваете ее, идете дальше. Человечество подошло к тому, чтобы выйти из этой стадии, из эгоистических структур с присущим вам страданием. Возможно, человечество сможет выйти из нее довольно быстро. Сейчас эгоистические структуры растворяются быстрее, чем в прежние годы. Иногда бывает, что необусловленное сознание проявляется в людях очень раннего возраста, в которых структура «я» еще не до конца сформировалось. Нет жесткого правила. Рамана Махарши был очень молод, когда его «я» быстро развилось и умерло, не успев укорениться. Ему было лет шестнадцать тогда, а может и пятнадцать. Может случиться так, что необусловленное сознание начинает проявляться сквозь человека, а он не знает, что с этим делать и становится совершенно недееспособным. Кажется, что человек сошел с ума. В Индии таких людей называют «опьяненные Богом». Они бродят по окрестностям, полагая, без одежды, выглядят немного не в себе. Необусловленное начало проявляется посредством формы, не готовой к этому. На Западе таких помещают в сумасшедший дом. Здесь же они получают статус «опьяненного Богом», но они свободны. Последние, конечно, предпочтительнее. Интересные события происходят, когда необусловленное сознание начинает проявляться то растворение эгоистических структур. Эго дает путь, но при этом оно здесь. Вы идентифицируете себя с безграничной мощью настоящего, силой сознания и говорите «это я». Ум вернулся и претендует на достижение. Такое случается даже с духовными учителями. Они провозглашают «я есть он, единый Бог, никто другой, а я». Для последователей это очень притягательно. Их эго приятно чувствует себя учениками человека, провозгласившего «я аватар всех времен». Очень приятно быть приближенным к такому великому человеку. Ваше эго чувствует, что тоже выросло. Таким образом, имеет место претензии на исключительность. Я – это он, единый Бог. Будьте бдительны, когда учитель пытается внушить, что вы исключительны, вы избранны. Похоже, я ответил на чей-то вопрос, не читая его. Вопрос звучит так. Не делаете ли вы человека исключительным, говоря ему, что с ним происходит пробуждение, трансформация сознания? Не возвращается ли назад эго? Да, такое может произойти. Эго может вернуться и начать претендовать. Образ «я» может видоизмениться. Я теперь избранный. Человек чувствует себя лучше, чем в прежнем образе. Новый образ «я» более совершенный изменил собой прежний, ущербный образ. Очень невлавимый процесс. Полагаю, с вами подобное не произошло. Хотя я и не могу каждому заглянуть в глаза. На самом деле я не говорю, что раз вы находитесь здесь, то этим стали избранными. Форма не представляет собой ничего исключительного. Именно поэтому учение может проявлять себя. Если форма думает, что она нечто особенное, учение не будет настоящим учением. Находясь здесь все эти дни, вы чувствовали, что становились все менее и менее исключительными. Чувство «я» уменьшалось, умом созданное «я» ослабевало. Возможно, у одного-двух человек ум может найти заднюю дверь и вернуться. Их эго укрепится. Но, скорее всего, через какое-то время вы сможете заметить этот трюк. Чувство «все» знания, превосходство. Спросите меня, я знаю. Вы сможете быть свидетелем, если такое случится. Всякий раз замечая свое эго, это хорошо. Вы свидетель. Эго проявляет себя в сотнях и сотнях скрытых формах. Оно всегда стремится добавить что-нибудь к вашей идентификации. Эго проявляет себя, когда вы спрашиваете знакомого, «Слыхал новость? Знаешь, что он сделал?» Другой в изумлении. Нет. В этот момент вы осознаете свое превосходство. Едва уловимо вы чувствуете себя больше, чем другой. В этом суть сплетен. Другой еще не знает, а вы знаете, и вы сообщаете ему. Очень тонкий процесс. Или вы критикуете что-то. Вы, конечно, выше предмета критики. Вы выше того, что высмеиваете. Выше объекта сплетен. В основе всего этого завуалированно присутствует эго. Даже если речь идет о глупых шутках, смешных пустяках, типа, «Знаешь, почему эта трава карабкается по стене?» Нет. «А, ну так я тебе расскажу». Смех в зале. «Не ждите от меня, я тоже не знаю». Взрыв смеха. Таким образом, сотнями скрытых путей эго пытается добавить к себе что-нибудь. Нужна наша бдительность и присутствие. Вы наблюдаете. Можно написать целую книгу о главных и второстепенных стратегиях эго. Даже чья-то смерть. Вы получаете известие, вы говорите, «О, как ужасно!», но в глубине души радостное возбуждение, едва вловимое. «Я еще живой, я не умер». На какое-то время вам хорошо, потому что это случилось не с вами. Очень интересно наблюдать за недовольством, скрытым или выраженным словесно. Это не относится к тому, когда вы просите переделать что-то конкретное, изменить сложившуюся ситуацию. Вы говорите, «Пожалуйста, не надо так, надо вот так». Это не есть выражение недовольства. Недовольство – это, когда вы недовольны ради того, чтобы быть недовольным. Обычная эгоистическая деятельность ума, будь то внутренний диалог с самим собой или выражаемый словесно. Многие постоянно жалуются обо всем на свете. О людях, о местах, о ситуациях, обо всем. Кажется, будто они так ищут, чем быть недовольными в следующий раз. Они сфокусированы на этом. Так эго укрепляют себя. Вот прекрасный ковер, но ваш взгляд прикован к крохотному пятнышку на нем. О, вот, смотрите. В прошлом году я разговаривал с моим книгоиздателем. Он сказал, что часто получает письма, в которых читатели рассказывают, как книги влияют на их жизнь. В одном письме он прочел, «Эта книга реально изменила мою жизнь». И далее в том же духе на двух страницах. Под конец неожиданно. Но я обнаружил несколько орфографических ошибок. Опечатки испортили все удовольствие от чтения. Если вы так неуважительно относитесь к своему делу, вам вообще не следует заниматься книгоизданием. Эго здесь чувствует себя замечательно. Вам плохо, а ему хорошо. Оно любит чувствовать себя правым и становится сильнее с каждой критикой. Я знаю, кто я есть. Едва уловимо, а в других случаях так очевидно. Перейдем к вашим вопросам. Вот большой вопрос. Ваши слова, будто мое сердце, говорит ими. Да, нить вечного присутствует везде. Оно в основе всего, что возникает, просыпаясь, засыпая, видя сны. В Индии это называется турья, силы. По вашему мнению, как и почему турья возникает из абсолютно не имеющего формы? Этот вопрос касается возникновения. я использую другой указатель, но, конечно, речь об одном и том же, о возникновении состояния присутствия из непроявленного. Это, в свою очередь, связано с зачем мы здесь и зачем возникла Вселенная. Очень большой вопрос. По сути, он, а зачем возник универсум? Почему и как? Язык состоит из нескольких гласных звуков и десятка согласных, образующихся, когда воздух проходит под давлением. Ц, ш, ч, с. Комбинации звуков, производимых голосовыми связками, плюс несколько шипящих. Циу, щау, пояу, з. Как я могу посредством этого объяснить конечную цель универсума? Можно только рассказывать небольшие истории, очень отдаленно выражающие это, или создать философскую систему и думать, что теперь вы знаете то. На этом будет комбинация все тех же звуков, гласных и согласных в определенной последовательности, в которую вы надеетесь заключить всю необъятность того. Посредством ума невозможно понять безграничность универсума. Можно только быть его частью. То есть можно знать непосредственно, напрямую, но не знать этого, как субъект знает объект. Невозможно понять умом, как это возникло и почему оно возникло. Человек может очень приблизительно описать мир. Как непроявленный Бог или Дух создает материю и как затем весь универсум возвращается обратно в Дух, очень приблизительное описание. Попытка не завести целое до фрагмента, не более. Это иллюзия знания, возникающая в момент, когда вы начинаете формулировать концепции. Они полезны как указатели, но всю обширность бытия невозможно понять. Присутствие невозможно понять. Я упоминал ранее, не пытайтесь понять целое. Умом можно понять только незначительную часть, сформулировать концепцию. Я никогда не говорю о присутствии для понимания, что такое присутствие. Слова используются, чтобы указать на это состояние. Когда присутствие возникает, вы знаете, что такое присутствие. Но можете ли вы говорить о нем? С большим трудом. Что бы вы не сказали, будет ограничено, сведено на более низкий уровень. В Дао Дэн Зин очень мудро сказано, Дао, которое названо или о котором можно говорить, не является истинным Дао. Остается только указатель. Ничто, о чем я говорю, не является истиной само по себе. Оно только указывает. Таким образом, присутствие нельзя выразить словами. Самосознание не предполагает, что вы будете больше знать о себе или о чем-то другом. Вы будете единым с ними, будете понимать через единение с ними, но сказать об этом знании словами может и не получиться. Знание, пребывающее за пределами слов. Глубокое знание, но он не может вычленить его, все будет совершенно неадекватно. Другими словами, нельзя познать всю глубину самого себя. Можно только быть этой глубиной. В бытийствовании собой вы знаете себя, но никак субъект знает объект. Вместе с этим приходит простота и скромность, частью которых вы помните является состояние незнания, в котором находится глубочайшее знание. Но для ума это состояние незнания. Меня всегда радует, когда приходя ко мне люди говорят «Я больше не знаю, кто я есть». О, это прекрасно, потому что долгое время они думали, что знали. Они были несчастливы, но точно знали, кто они. А теперь нет. Нужно сделать следующий шаг и почувствовать себя комфортно в своем незнании. И не думать «я должен знать». Тогда приходит простота и смирение. Вместо «я знаю», «я не знаю». Когда вы говорите «я не знаю», вы исчезаете. Удивительным образом нужные слова рождаются из состояния незнания. Вы уже знакомы с этим состоянием, когда гуляли по окрестностям и наблюдали за восприятием чувством, слушали, смотрели. Вы не интерпретировали, и тем не менее вы знали то, на что смотрели, и при этом не знали его. Не было ярлыков, никаких обозначений. Иногда они всплывали, но вы оставляли их в стороне, и опять в состоянии незнания. Все обозначения – это иллюзия знания. Вопросы зала Первый раз я услышал о вас лет шесть назад. Сейчас очень приятно быть здесь с вами. Давным-давно жил благородный принц. 2546 лет тому назад. Когда с ним произошло пробуждение, он узнал, как возникает весь проявленный мир. Он сказал, «Мара, я видел, как строит себя сансара. Я разорвал притяжение к богатству и не буду больше стремиться к нему». Рамана Махарши выразил предельную истину так. Ничто никогда не существовало. Ничто не прекращает существовать. Ничто не будет существовать. Такова вечность. Пробуждаясь, мы унаследуем мудрость, пребывающую, как вы сказали, за пределами ума. Она вне слов, вне сомнений, вне заблуждений. Она есть само бытие. Да, великие мастера говорили об одном и том же, об улюзорности всего. Ничто не существует сейчас, ничто не существовало прежде, ничто не будет существовать в будущем. Не таков ли и ваш вечный опыт? «Да, однако, я не буду говорить о нем такими словами, потому что истинной для вас становится то, что вы осознаете внутри самих себя. Если бы я использовал эти слова, половина зала ушла бы домой. Все, что я говорю, работает как указатели на это состояние. Из этого состояния возникает дальнейшее осознание, истинное в своей глубине, но и оно лишь новые указатели. Приведенные вами слова может воспринять только небольшая обособленная группа индивидуумов. Для них они смогут работать как указатели. Отдельные люди могут использовать эти слова и видеть истину, стоящую за ними. Но для большинства одни указатели полезны, а другими они не могут воспользоваться. Главина истины может быть осознана только через свое внутреннее знание. Тогда она становится истиной для вас. Таким образом, все, что вы говорили, верно, но я бы так никогда не сказал. Повторю еще раз, если вы меня прямо спрашиваете, я отвечаю «да». Возможно, когда-нибудь я буду беседовать с кем-нибудь, и из моего рта выйдут эти слова. У меня нет предварительного намерения перед тем, как я начинаю говорить. Тогда они, возможно, окажутся предельными указателями на бытие, и слова эти будут истинными. Но если я начну использовать их в другом случае, то они легко могут быть подхвачены умом и стать концепцией. Мудрый Будда говорил об одном и воздерживался говорить о другом. Он понимал, как легко уму схватывает слова и делает из них концептуальное знание. В этом красота учений, проистекающих из слегка разнящихся форм. Одни утверждения можно найти в одном учении и не обнаружить в другом. Будда, как вы знаете, никогда не говорил о Боге. Это мудро, потому что это величайшая из концепций, которую схватывает ум, добавляет к себе, создает из нее образы и последующие идентификации, которые, конечно же, заводят в заблуждение. Западные интеллектуалы, начиная изучать буддизм, один профессор университета, увидев эти указатели, совершенно не понял их и заявил, это нигеристическая великая, отрицающая жизнь, а у него была ученая степень по философии. Можно быть профессором по буддизму, не зная его. Вот как легко ум может неверно все интерпретировать. Итак, то, что вы сказали истинно. буду ли я ее выражать такими словами, не знаю. Читаем следующий вопрос. Как взаимодействовать с бессознательностью близких, особенно своего ребенка? Некоторым очень трудно принять, что ребенку нужно совершать ошибки, делать то, что он делает, создавать страдания для самого себя. Он наблюдает за своими действиями. Он видит, как создает страдания самому себе, совершает так называемые ошибки. Вы хотите уберечь его от них, уберечь от страдания. Другими словами, вы хотите остановить его развитие. Вы хотите спасти его от страдания, но этим останавливаете его обучение. Позвольте ему пройти через жизнь, одной из главных составляющих которой является быть человеческим существом, а затем идти дальше. Вы можете создать идеальные условия для своего ребенка, наилучшее окружение, все правильно, хорошая успеваемость в школе, поступление в университет, блестящий ум, встреча с прекрасным партнером, прелестные дети, красивый дом, все устроено идеальным образом, никаких ошибок, никакого страдания. Каков будет конечный результат? Абсолютно искусственная семья, по меньшей мере. Они будут счастливы ходить за покупками. Никакого страдания, ничто не пересекает их путь, никаких ошибок. И все же это человеческая судьба делать ошибки. Но на деле они не ошибки. С точки зрения обычной жизни они выглядят таковыми. Вы не ошиблись, вы здесь. Все что вы делали звало вас сюда, где вы восприняли месседж об освобождении. Нет ошибок, если вы смотрите на них с определенной точки зрения. То, что мы называем ошибками, это фрагменты истины. Они ограничены мыслью. Конечно, хочется уберечь себя от страдания, причиняемого самим себе. одни страдают глубже других. Некоторые родители приходят ко мне с невероятно трагическими историями, что их дети сделали с ними или с другими людьми. Страшная история. Кажется, ни один человек не может дальше жить с этим. Однако они живут. И это обучение. Ваш ребенок причинил страдания другим людям, его посадили в тюрьму. Это обучение. Итак, примите это. Позвольте близким людям делать ошибки. Позвольте им быть бессознательными, создавать страдания самим себе. Но вам не следует вовлекаться в это. Не надо подливать масло в огонь. Позвольте. Бывает ребенок подсел на наркотики. Очень тяжелые испытания для родителей. Они испробовали все по нескольку раз, пытались снова и снова. И в конце концов они серенды. Большая любовь заключена здесь. Вы позволяете всему быть. Вы сделали все возможное на внешнем уровне. В конце концов вы серенды и позволяете ребенку оставаться бессознательным. Вы по-прежнему помогаете ему, но внутри вы позволяете. Если близкие вам люди создают сами себе невыносимые страдания, ваше активное сопротивление, как внешнее, так и внутреннее, не поможет. Возможно, у них не получается серенды. Когда вы говорите им о неприятии, а не в ответ «Что, ты с ума сошел? Принять такое?» Они не хотят ничего слышать дальше. Тогда вы серенды за них, так сказать. В отношении ваших родителей то же самое. Они пребывают в страдании. Что вы можете сделать для них? Вы можете серенды за них. Вы перестаете требовать, чтобы они стали более сознательными. Перестаете требовать, чтобы они не делали того, что они делают. Перестаете требовать, чтобы они наконец поняли вас. Вы серенды. Затем вы приезжаете на Рождество или на День Благодарения и впервые нет повода для конфликта, который прежде мог тянуться несколько дней. О, мой Бог, только не Рождество вместе с семьей. В состоянии серенды не возникает требований. Мать и отец ведут себя так, как они обычно вели себя последние пятьдесят-семьдесят лет. Одни и те же диалоги. Все нормально. Таков человеческий ум. Ничего персонального. Вы пребываете в состоянии серенды. Здесь начало конца мира. Когда вы идентифицированы с формой, все они необычайно тяжелые. Плотность мира форм. Когда вы серенды, кажется, что мир теряет свою тяжесть. Хотя, конечно, он остается тем же самым. Но вы воспринимаете его по-другому. У вас уже есть свой собственный опыт, как все структуры теряют свою тяжесть, включая сюда и людей. Формы становятся менее субстанциональными. Отец, мать, ваши дети были очень тяжелыми в своей эгоистической плотности. Но вот вы серенды. Что-то происходит. Все становится легче. Начало конца иллюзии. И так даже самым близким людям позвольте быть такими, какие они есть. Позвольте проявлять себя так, как они проявляют себя. И часто наступают перемены. Что такое? Я больше не требую, чтобы он или она поняли меня. И вдруг за рождественским столом он говорит. Ну так расскажи нам немного о своем странном ретрите, на который ты недавно ездил. Прежде он всегда возмущался, зачем ты втянулся в этот дикий культ. Лучше было бы заняться каким-нибудь бизнесом, наладить в конце концов свою жизнь. Это повторялось на протяжении последних двадцати лет. Вы раздражались, ты не понимаешь меня. Затем вы сэрнды. И неожиданно. Может и не произойти ничего, но это уже не имеет значения. Следующий вопрос. Я преодолела много зависимостей в своей жизни. Последним пристрастием, как кажется, осталась еда. Прошлой ночью я сидела в тоске, чувствуя свое энергетическое тело, не создавая никаких историй. Во мне возник страх, когда на короткое время я ощутила мощь, которая приходит, когда становишься свободной. Пожалуйста, несколько слов об этом. Да, может возникать страх. Это страх эго. Оно чувствует свою смерть. Но эта смерть нереальна. Что вам делать со страхом? Когда вы входите в Сэрэнде, вы обнаруживаете источник страха. Эго боится Сэрэнде. Оно знает, что близок его конец. Когда вы Сэрэнде, конкретные ограничения, внутренние или внешние, может возникнуть импульс вернуться назад. Не иди дальше. Вы снова Сэрэнде и снова волна страха. Позвольте страху быть. Он не убьет вас. Позвольте себе переживать его. Если вы его приняли целиком, сам страх превратится в жизненность. Что бы ни возникало, так есть. Пристрастие – это внешнее проявление потребности ума добавлять больше и больше к «я». Он это постоянно делает на психологическом уровне, но ему мало. Он использует тело, чтобы добавлять к нему с целью устранить собственную неполноту. Таков бессознательный мотив, стоящий за пристрастием. Иногда оно проявляет себя в мелочах, которые не распознаются как пристрастие. Например, вы никак не можете остановиться поглощать картофельные чипсы. Понаблюдайте за движением руки, что она делает. Она добавляет, хотя особой пищевой ценности в этих кусочках еды нет. Курение. Вдохи в себя. Еда. Для многих это великая вещь. Вы реинкарнируете не только в поток мыслей. Вы можете реинкарнировать в еду. На короткое время это работает. Вы чувствуете себя лучше, более наполненным, съев коробку шоколадных конфет. Я разговаривал с человеком, у которого была проблема с избыточным весом. Он сказал, что когда он начал наблюдать за умом, одна и та же мысль поощряла его направляться к холодильнику. Был трудный момент, ты заслужил передышку. Конечно, ежедневно случаются трудные моменты, но он продолжал наблюдать за умом. В следующий раз он позволил этой мысли быть, но сам не пошел к холодильнику, он распознал ее. Следующий вопрос. Пожалуйста, пролейте свет на следующие два момента. Первый, почему одна форма любит другую форму, даже если вторая форма не любит первую? Смех в зале. Понимаю, что вы имеете в виду. Мы знаем такое. Почему любовь не взаимна? почему возникает улица с односторонним движением? Я кладу мое больное сердце перед вами. Пожалуйста, оперируйте. Смех в зале. Спасибо. Начнем операцию. И так одна форма любит, другая не отвечает взаимностью. Почему так? Боль рождается из подобной ситуации. Большая боль. Многие очень страдают. Вы знаете, что базовое состояние эгоистического «я» это очень глубоко укорененное чувство недостатка себя. Недостаточно. Нет полноты. «Я» пытается наполнить себя, используя разные стратегии. И делает это почти постоянно. За исключением коротких промежутков, когда оно чем-нибудь завладевает. На короткое время недостаточность перестает ощущаться. Но через короткое время снова поиск. Поиск в будущем. Поиск чего бы добавить к себе, чтобы заполнить пустоту, которая всегда здесь. «Я» не чувствую полноты. Нет внутреннего покоя. «Я» не достиг. И возникает множество стратегий. Одна из главных сфер, где эго надеется обрести полноту, это взаимоотношения с другим человеком, с ним или с ней. Затем, когда встречи происходят, фокус «Я» перемещается в другого человека, который бессознательно воспринимается как «Это тот, кто должен сделать меня полным, завершенным, состоявшимся». Он или она тот единственный. Формируется пристрастие к образу, к внешней форме, к персоне. И это называется влюбленностью. Иногда, если вам повезет, другой человек чувствует то же самое в отношении вас. В вас он видит возможность стать полным, завершенным. И это прекрасно. Вы оба чувствуете, что дополняете друг друга до целого. Вы хотите пожениться. Подписывайте брачный контракт. Просто так, чтобы быть уверенным, что всю оставшуюся жизнь ты будешь наполнять мою жизнь, и ты не сможешь уйти от меня, потому что тогда возникнут тяжелые последствия. Даже не думай об этом. Смех в зале. Вы женитесь. Обычно здесь режиссер кричит снято и фильм заканчивается. Смех в зале. Но жизнь идёт дальше. И после, а иногда и во время медового месяца, в голову закрадываются первые сомнения, так ли всё на самом деле. На другого взваливается нечеловеческая задача сделать вас полным, завершённым. Когда вы начинаете жить повседневной жизнью, работа, семья, постепенно полнота жизни улетучивается, чувство нехватки возвращается. Он или она начинает вести себя не так, как им следовало бы. Сделай меня счастливым, дай мне полноту жизни. Никто не может этого сделать. Кому по силам воплотить такое в жизнь? Чувство нехватки, накрывая собой временную иллюзию, вот этот человек может наполнить вас. Этот человек со своим телом боли, о котором вы и не знали. Иллюзия полноты исчезла, вернулось одиночество, страх. В уме вы связываете свои неприятности с этим человеком. Всё из-за тебя. Вы снова чувствуете первоосновную эгоистическую ограниченность. Возможно, даже более остро, потому что совсем недавно она была на время скрыта любовными отношениями. Любовь периодически переходит в ненависть. Когда он или она не выполняет своих обязательств, любовь оборачивается агрессией, враждебностью, отчужденностью. Что с тобой? Ничего, всё нормально, просто не хочу разговаривать. Вы то любите друг друга, то нет, то любите, то нет. Постепенно периоды, когда вы не любите, удлиняются, вам плохо. Счастье женитьбы превратилось в несчастье совместного проживания, счастье медового месяца в развод. И то, и другое по сути одно и то же. Попытка обрести полноту посредством другой внешней формы, в конце вы обнаруживаете, что чувство неполноты стало только сильнее. Вы вините эту форму, это из-за неё вам больно. И это эгоистическая боль, она возникает из отношений, построенных на любви и ненависти. Вернёмся к вопросу. Спрашивающие находятся в несколько ином положении, потому что его улица с односторонним движением, как он сам говорит. С его стороны большая влюблённость, но она не получает ответа. Что делать тогда? Вы чувствуете неполноту очень остро. Это больно. Ум фантазирует вокруг объекта влюблённости, сочиняет разнообразные истории, складывается несчастный образ себя. Если это продолжается слишком долго, притяжение может смениться ненавистью. Любовь отходит на второй план. Может так произойти, хотя в вашем случае, видимо, нет. Таким образом, то, что обычно называют любовь, это глубоко укоренённое эго, сфокусированное на одном человеке. Чувствуйте то, что вы чувствуете. Насколько это возможно, выходите из ума, из истории на эту тему, из фантазий, из образов. Переключите внимание на это неприятное болезненное чувство. Вам предстоит серенда его. То, что вы на самом деле чувствуете, это состояние эго, эгоистическая обусловленность. Временами будет возникать образ этого человека, но фокусируйте внимание на своих чувствах. Серенде своё страдание. Всякое страдание, принятое таким образом, будет работать на вас, будет трансформировать эго. Любое страдание, принятое целиком, преобразует эго, растворяет его, трансформирует самострадание. У вас сейчас есть такая возможность. Если ваша любовь вдруг окажется взаимной, то к этой практике вы сможете вернуться через пару лет. Смех в зале. Год или два будет иллюзия. И второй вопрос из этой записки. форма понимает, что некоторые ее действия неправильны. Однако форма продолжает их делать, хотя и знает, что они неправильны. Почему? Так проявляет себя человеческое бессознательное, обусловленное эгоистические структуры ума в действии. Из-за своей инерции они все еще активны. Вопрос сводится к тому, присутствует ли свидетель, когда вы действуете. Или свидетели присутствия возникают после того, как все свершилось. Поначалу присутствие возникает после бессознательного действия. Вы что-то кому-то сказали, что-то сделали совершенно эгоистическое, тотально обусловленное. Возможно, вы уже так поступали много раз. Миллионы людей на планете, возможно, делают то же самое, что и вы сейчас, ведут себя так же, как и вы. Первоосновная человеческая обусловленность. Другими словами, в ваших действиях нет ничего персонального. Это не вы, делающие что-то плохое. Вы подлинный, это возникающее присутствие. И вы наблюдаете за движением бессознательного. Вначале получается наблюдать после того, как все произошло. И вы попадаете в ловушку вины, называете себя плохим. Эго любит подобное. Если вы не можете назвать себя хорошим, оно будет довольным, называя вас плохим. По крайней мере, вы будете знать, кто вы есть. Я не хороший. Ну и ладно, зато я знаю, кто я есть. Это лучше, чем не знать ничего, говорит Эго. Итак, вы наблюдаете за человеческой бессознательностью. По мере взрастания присутствия, вы сможете проснуться в разгар событий. В следующий раз то же самое действие, тот же самый разговор, и посреди него вы становитесь присутствующим, свидетелем. Вы замечаете, что ведете себя как актер, обусловленный заранее написанной ролью. Много раз уже проигрывалась вами одна и та же стратегия, и теперь вы становитесь свидетелем. Структуры эго начинают ослабевать, становятся менее тяжелыми в момент, когда возникает свидетель. Очень тяжелые структуры, от которых казалось, никогда не получится освободиться, ослабевают. Они возрождаются снова по инерции, это не было их последним проявлением. Будут другие действия, вы будете видеть, как вы стремитесь обогатить свое чувство «я» и принять «я» другого. Любимое занятие для яга – посредством принижения другого, критикой, обвинениями причинить тому боль. Вы знаете, что вести себя так неправильно, но так происходит. В этот момент я чувствую себя больше за счет принижения другого. Страдания в межличностных отношениях рождаются отсюда. Единственное, что вы укрепляете таким образом, это иллюзию «я». И вдруг вы видите это. Сначала после того, как все произошло, а затем и в процессе событий. Вы смотрите сквозь, видите безумие своих действий, видите, что все время усиливали иллюзию. Сюда относится все, что связано со структурами эго. Зависть. Ваше иллюзорное «я» чувствую себя униженным из-за того, что у другого есть то, чего нет у вас, или он способен на больше, чем вы. Иметь больше, быть лучше, чем другие, лучше выглядеть, больше знаний. Вы сравниваете, вы чувствуете себя униженными, вы испытываете враждебность в отношении того, что, как вам кажется, унижает вас. Полное безумие, полное иллюзия, но она становится мотивом человеческих действий. Вы стремитесь что-либо добавить к себе, чтобы другие стали завидовать. Ваше «я» разрастается, другие смотрят на меня, она или он смотрит на меня. Очень неуловимый процесс. Знания тоже могут стать предметом добавления. Духовное знание. Цитирование писаний. Вы мало знаете, давайте я вам скажу. Смех в зале. Постоянные попытки сумасшедшей стратегии обогатить собственное «я». Согласен, что вы раните других, не зная об этом, не замечая, что создаете им страдания, чтобы обслужить свое «я». На короткое время это работает, затем вы чувствуете себя хуже прежнего и реализуете эту стратегию снова. «Я до сих пор рассказывал, почему это происходит. Так задан вопрос. Полагаю, что вопрос на самом деле о том, как разорвать этот круг. Просто знать об этом, просто быть, когда это происходит, быть присутствием в тот момент, или когда уже все произошло, и не создавать дополнительных идентификаций. Просто наблюдать. Наблюдать за бессознательным в его движении, за общечеловеческой обусловленностью. Ничего персонального. к вашему «я» это не имеет отношения. Тогда все больше возникает присутствие. Даже в гуще событий вы остаетесь присутствующим, и это ведет к стиханию движения бессознательного. В этом красота поведения. Последний вопрос. Эннеограмма это древняя суфийская модель аспектов духовной сущности человека, применяемая к различным типам личностей. Вы изучали это? Нет, не изучал. Но кто-то давал мне книгу, и я ее просматривал. Как и все конкретные модели, рамки рассмотрения не приходят точного слова. Как и все решетки, сквозь которые вы смотрите. Астрология, вот еще пример, есть много других. Если они работают, они весьма полезны. Они высвечивают области, в которых у этой формы, у этого конкретного человека, максимально концентрируется его бессознательность. Я лишь поверхностно просмотрел книгу. Мне она показалась очень интересной. Она помогает выявить наиболее бессознательные сферы области блокировок. Повторю это мое поверхностное мнение. Я глубоко не изучал предмет. Книга может помочь заглянуть глубже в себя, если в вас появится такая потребность. Но если в вас возникло присутствие, вы и без нее сможете увидеть свои проблемы. Книга лишь полезный добавочный инструмент. В конце концов вам предстоит выйти за него. Всегда есть опасность, что человек привяжется к своему инструменту, начнет верить, что его метод и есть своего рода предельная истина. Временная полезная точка зрения ошибочно принимается за истину, особенно тогда, когда дает результат. Вы сильно привязываетесь к ней. Но любая система, посредством которой вы интерпретируете реальность, может быть только временно полезна. И затем надо идти дальше. Этим вечером нас собирается посетить Шан Тимай, настоятельница соседнего ашрама. Она родилась в Америке, стала духовным учителем и теперь живет здесь. Она придет вместе со своими учениками, чтобы исполнить для нас религиозное песнопение. Это должно быть нечто прекрасное. У меня остался вопрос, касающийся религиозности, молитвенного состояния. Мы вернемся к нему завтра. Молитвенное состояние. Что есть подлинная религиозность? Все эти слова различные аспекты одного состояния. Во мне есть сильное чувство религиозности, постоянное чувство, но не к чему-то конкретному. Когда познаете ничто, вы оказываетесь в религиозном состоянии. Примерно так. Прикосновение к вечности. День шестой. Последняя иллюзия. Часть первая. Можете ли вы осознавать сразу два измерения? Вы слушайте слова. Звуки — это танец на поверхности безмолвия. Одновременно осознавайте оба измерения, проявленные и непроявленные. безмолвия непроявленные. Это присутствие, божественное присутствие. Иногда безмолвие, то, что сейчас в зале, внешне проявляется как тишина, молчание. Чтобы осознавать внешнюю тишину, в современном мире трудно найти ее внешнюю. Нужна тишина внутри. Вы осознаете присутствие. Происходящие феномены пусть происходят. Осознавайте безмолвие, лежащее в глубине восприятия. В основе всех мыслей свобода от мысли. Сознание без мыслей. Это суть того, кто вы есть. Осознание безмолвия недвойственно. Оно едино. Само сознающее себя сознание. Ограничения языка таковы, что кажется, будто бы здесь двойственность. Неожиданно возник фон в микрофоне. Оставайтесь пробужденно внимательными. Чтобы не появлялось, позвольте этим условием быть. Сейчас это звук. Кажется, что внешняя тишина исчезла, но вы по-прежнему можете слушать безмолвие сквозь звук. Безмолвие никуда не девается. Эта тишина исчезает для восприятия. безмолвие хотя и может быть заслонено, но никогда не исчезает. В самом деятельном, в самом сумасшедшем уме, в глубине за шумом и за вихрениями царство безмолвие ничем не обусловлено. Осознанность раскрепощает внимательность, делает ее подвижной, расслабленной, снимает напряжение. В этом суть нашего ретрита и всего учения. Слова лишь указывают на это состояние, единственное, что не кончается, пока вы живете. Восприятие внешних форм, включая переживания всего внешнего мира, со временем подходит к концу. Рано или поздно такое происходит, чаще рано. Изменчивость, скоротечность, ускользание, и все исчезает, что только что было опытом. В первый же день, проснувшись утром у себя дома в своей постели, вы откроете глаза и на какой-то момент может показаться, что весь ретрит в Индии был сном. Какой странный сон. Я был в той ванне. Возрыв смеха. Каждую минуту я смотрел смерти в лицо. Много чего еще непривычного вспомнится. Обезьяны взбирались на здание. Монотонное пение с утра до ночи. Конечно, это был сон. Но деле не такая уж большая разница между прошлым опытом и сном. Ключевое слово – все испарилось, как это обычно бывает с нашими переживаниями. На уровне форм есть доказательства, что все действительно было. Фотографии, видео, события зафиксированы. Все так, вот где я был когда-то. Возможно, лет через 150 кто-то из ваших потомков будет смотреть на эти снимки, с трудом разбирая, что за люди здесь изображены. Фотографии выгорают. Кажется, здесь кто-то из моих предков, но я не могу различить лица. Все исчезает быстро. Единственное, что не покинет вас, это суть нашей встречи. момент сейчас в виде вас самих. Может возникнуть желание схватить и удержать форму, в которой все происходило. Ностальгические чувства. Им может пришествовать чувство облегчения. Вы вернулись в свой комфортабельный дом. Немного спустя может нахлынуть ностальгия по вашему пребыванию здесь. Таков человеческий ум. Состояние ума сменяют друг друга. И это нормально. Они возникают в неизменном пространстве. Вы являетесь пространством сознательного присутствия. Вы не персона. Но вы по-прежнему стремитесь быть персоной. Мир хочет видеть в вас персону. Не создавайте новую концепцию уме. Теперь я пространство сознательного присутствия. Что означает вы опять стали персоной с новой концепцией кто вы есть. Пространство сознательного присутствия не имеет концепции ни о том кто вы есть, ни о том кто есть кто-либо другой, ни о том чем вообще что-либо является. Не надо объявлять своим друзьям и родственникам, что после ретрита вы теперь пространство осознанного присутствия. Смех в зале. Не посылайте е-мейл теперь я освобожден вас неправильно поймут могут обидеться. Что же тогда сказать когда вы вернетесь домой и вас просят что-то изучил на своем ретрите. Ответьте ничто воз взрыв смех. Некоторые скажут, что они избавились от неведения, но они не изучили ничего. Всякая самоидентификация с чем-либо в своем пределе неведения. Она может выглядеть очень умной с общечеловеческой точки зрения, но подлинным значением неведения является не отсутствие образования, ничего подобного. Очень многие образованные люди пребывают в неведении. Это не осуждение их, просто видение, что неведение есть пойманность в иллюзию. Они не знают, кто они есть. Незнание, кто вы есть за формой, вот что такое неведение. первоосновное, фундаментальное неведение. Оно означает, что вы не знаете сущностную вещь. Вы начинаете искать объекты познания. Это продолжение неведения. Искать себя подлинного в виде объекта познания означает умножать неведение. Таким образом, любая идентификация неведение. Вопросы зала. Я знаю, что я за формой. Я чувствую это. Но я являюсь матерью. Это моя форма сейчас. Я вынужден идентифицировать себя с ней. При этом я знаю, что если я приму эту идентификацию, возникнет много страданий. Я хочу избежать его. Является ли это неведением? Спасибо. Форма, в которой вы находитесь сейчас, также достойна почитания. Не отвергайте ее. К формам следует относиться уважительно. Даже к ограничениям. Мы говорили об ограничениях, с которыми вы столкнулись здесь. Вы мать тоже своего рода ограничение, связанное с приятием этой временной роли. Уважайте ее. Позвольте ей быть. Нельзя освободиться от своей роли, приехав из дома сюда. Все, что требуется, это пространство вокруг формы. Формы движутся в пространстве и делают то, что они должны делать. Это наилучшее, что форма может сделать со своей идентификацией. В случае полной идентификации отсутствует пространство. Вы тотально и только мать. Вы попадаете в иллюзию. Вы принимаете Пусть формы действуют. Пусть проявляют свои свойства. Этого обычно хотят и ищут люди, но это приходит, если нет полной идентификации с формой. Вы принимаете форму, возникает пространство. Только затем подлинная любовь начинает издевать себя. любовь не возникает посредством идентификации. Она приходит через осознание себя, как пространство вокруг формы. Тогда любовь течет в форму. В противном случае будет типичная материнская любовь или типичная любовь влюбленных, о которых мы говорили вчера. Типичная материнская любовь очень цепляющаяся. Одна форма вцепилась в другую форму. Внешне все выглядит как сильная любовь, но так бывает с большинством матерей, они не позволяют ребенку отделиться от них. Форма растет 18, 20, 25, 30 лет, но ее не отпускают, в нее вцепились, потому что мать знает себя только как форму и ребенка знает только как форму, поэтому она удерживает его возле себя. Мать любит ребенка, но не осознает, что она душит его своей любовью. Опять мы имеем дело с неведением. Таким образом, когда вы целиком идентифицированы с формой, то все функции, присущие временным формам, сам способ, каким исполняются временные роли, все превращается в дисфункцию, так как базовое неведение переливает себя в ваши действия, будь вы мать или любовник, или какая-либо другая форма. Базовое неведение, незнание, кто вы есть за пределами формы. Это наполняет собой действия, приводит к дисфункциям в поедине. Итак, осознавание, что это роль, функция, форма. Вы уважаете их, но у вас нет тотального отождествления с ними. Вы знаете, что это лишь функция. Возникает пространство вокруг нее. Вы исполняете свой долг. Слово «долг» здесь используется в широком смысле, не очень подходящее слово. Вы делаете то, что вам надлежит делать, как данной временной форме. Повседневные обязанности вы будете выполнять с большей красотой, с тем особым качеством, наполняющим собой все. Любовь, сострадание, доброта, веселость – все это проистекает не от персоны. Многие думают, что они чудесные матери, но они совершенные невротики. Это всего лишь пример, есть много других. Уважайте формы. Ограничения, приносимые формой, должно принять. Вы видели, мы уже говорили об этом, как ограничения превращаются в портал в открытость. Не пытайтесь найти ситуацию, свободную от ограничений. можно сменить одну на другую, более приятную, например, переехать в более комфортабельный дом, но вскоре вы и там обнаружите свои ограничения. Так или иначе вы столкнетесь с ними. Не бегите от них, но примите их. Сэр эндэ то, что есть. То, что за формой постоянно присутствует, как глубинное знание, как осознанность, присутствие, пространство, какой бы указатель вы не использовали. реплика из зала. Не отрицание. Да, не отрицание форм. Вы почитаете их. Пора переходить к вашим вопросам. Их скопилось достаточно много. У меня возникла своеобразная задолженность перед вами. Кто-то спрашивал, почему вы порицаете форму? Нет, я не обвиняю форму. Напротив, мы благодарны ей, потому что форма и то, что за ней, в пределе одно. Форма ведет вас туда. Возьмем пример с матерью. Она тотально отождествляет себя с формой, поэтому не может по-настоящему слушать ребенка. Она все время говорит ему, что он должен делать. Но если вы умеете сидеть рядом и слушать, тишина безмолвия, осознанность, присутствие, ребенок что-то говорит в этом пространстве вашего восприятия. Вы позволяете ребенку, о позволении мы говорили вчера, вы позволяете ребенку проявлять его неосознанность, как неотъемлемую часть состояния человека. Из внутренней тишины неизбежно рождается сострадание. Вы помогаете, насколько это возможно. Затем позволяете ребенку учиться тому, что он или она должна изучить. Другой пример функции роли. Работа, которая вас не очень-то привлекает. она вам не нравится, вы стремитесь избавиться от нее. Конечно, вы можете подыскать другую, но, возможно, вы застряли здесь, не нашли ничего подходящего. Вы официантка, хотя в душе вы актриса. Однако все места заняты, и вы вынуждены работать в ресторане. Вы чувствуете себя обиженной. Вас угнетает исполнение этой функции, этой роли. Вы вспоминаете «Я должна принять, что я официантка». Но этим вы добавляете еще одну концепцию к своему уму. Вы не официантка. Я должен принять, что я нищий. Здесь тоже ничего общего сэрэнда. Очередная концепция ума. Я должен принять, что я неудачник. Новая концепция ума. Ничего общего сэрэнды. Сэрэнды – это приятие того, что происходит именно сейчас. Сейчас я несу тарелку из кухни в зал. Такова моя функция. Я исполняю ее сейчас. Все мое внимание здесь. Сэрэнды реализует себя, как эти движения. Теперь я заговариваю с клиентом. Мое внимание на этом человеке. Не хотели бы чего-нибудь еще? Это правдивый вопрос. Он не похож на формальное «что-нибудь еще?» Подлинное взаимодействие с формой, которую вы уважаете. Сейчас эта форма в виде посетителя ресторана. Вы почитаете его или ее. Рождается глубинное чувство и вы спрашиваете «что-нибудь еще я могу принести вам?» Подлинное взаимодействие, потому что вы уважаете момент настоящего, форму, которую тот принимает. Вы не привносите в него концепции из головы. Вам не нравится ваша жизнь, вы боретесь внутри себя, концепции «я» становятся все более и более запутанными, психоаналитику потребуются годы, чтобы вытащить вас из проблем. Часть меня отрицает самого себя, а другая часть меня невероятно сложно устроена. Вы носите все это внутри, вы излучаете вовне чувство, что вы не хотите быть тем, кто вы сейчас есть. Вам не нравится форма, которую принял настоящий момент. В том числе вам не нравится посетитель, даже если вы улыбаетесь ему. Другой человек чувствует это. Но вот вы выходите за концепцию себя официантки. Вы оставляете в стороне свое несчастье, вызванное иллюзией идентификации ума. Вы просто уважаете форму настоящего момента. И тогда естественным образом рождается что-нибудь еще я могу принести вам. И так с каждым посетителем. открытость поток. Кто знает, иногда происходит удивительная трансформация, когда имеет место открытость таковости данного момента. Неожиданно дверь отворяется и входят перемены. Хотя вы вроде бы и не желали никаких перемен, чтобы чувствовать себя счастливой. Однажды – это конечно пример – вы спрашиваете «Принеси что-нибудь еще?» В ответ «Нет. А как вас зовут? Вот вам моя визитка». «О, Стивен Спилберг». Взрыв смех. Многое может произойти, о чем не дано знать заранее. Года через три вы всемирно известная актриса. Вы больше не работаете в ресторане. Вы обнаруживаете, что не можете выйти из дома без того, чтобы не вызвать ажиотаж. Куда бы вы не пошли, всем что-то нужно от вас. Все бегут к вам. Полное безумие. Вы столкнулись с новыми ограничениями. Теперь никуда нельзя пойти без телохранителей. Нельзя пойти погулять. Каждая ситуация имеет свои ограничения. Каждый хочет от вас кусочек для своего эго, ищет контакта с вами. Где подлинные человеческие взаимоотношения? Новые ограничения. Вы осознаете, что каждая ситуация приносит свои ограничения. И вы сэрн до этого. В противном случае вы будете несчастной актрисой. Вы были несчастны прежде, вы остались несчастной теперь. Опять недовольство, желание избежать. Ничего не получится, если вы сопротивляетесь форме настоящего. Красота в том, что ваше внутреннее состояние не зависит от внешних условий. Актриса, официантка, две реинкарнации одного и того же человека. Но в своей основе, глубоко внутри, человек испытывает то же самое. Знаменитая актриса чувствует, я та же самая, кто сэрн до тогда, и кто должен сэрн до сейчас. Внутреннее состояние не зависит от изменчивых форм, от внешних обстоятельств. Вот что означает свобода от мира, свобода от потребности, чтобы он что-то давал вам. Больше всего люди ищут это, свое я. Вы свободны от этого. Возможно и другое. Официантка пережила состояние сэрн де, узнала, что испытывает человек, пребывая в нем. и вдруг поняла, что на самом деле она не хотела быть актрисой. Это была ее эгоистическая иллюзия. Теперь это для нее не имеет значения. Не несите груз идентификации с концепцией. Все время возвращайтесь в сейчас. Идентификация с концепцией требует прошлого и будущего. это тяжесть. Приходит страдание. Но вы возвращаетесь в сейчас. Есть только сейчас. Примите его. Все просто, все хорошо, даже посреди смерти. Читаем вопрос. Нельзя ли немного вернуться назад и поговорить о том, о чем вы уже говорили. Двое встречаются лицом к лицу. Любовное колдовство. Колдовство – это внешняя форма встречи. Суть всегда за происходящим. Я люблю встречаться с людьми и просто смотреть. Удивительная вещь. Даже если вам дискомфортно, это тоже интересно. Великая красота в смотрении в глаза другому человеку в состоянии свободы от мыслей. Не хочу эзотерики, но когда нет мыслей, происходит обмен присутствием посредством взгляда. Не обусловленное сознание. Процесс не односторонний. На что бы вы ни смотрели без молвии, особенно когда вы смотрите на другого человека, происходит передача состояния, которое мы называем присутствие. Оно пробуждается. В вашем случае ему не нужно пробуждаться, потому что присутствие уже возникло в вас и оно зовет дальше. Даже если ваш ум активен, а другой смотрит в безмолвии, вас призывают идти дальше, в ваше необусловленное. Оно начинает набирать в вас силу укрепляться. Обоюдонаправленный процесс. Но это не единственный путь. Присутствие по-разному передает себя. Через пространство тишины в этой комнате. Через слова, через звук. Аромат энергетического поля присутствия заключен в словах, какими мы говорим сейчас о нем. Слова обретают преобразующую силу не из своих формальных значений, а из пространства, в котором они родились. Присутствие передается посредством произведений искусства. Искусство с большой буквы рождается из состояния присутствия. артист погружается во внутреннюю тишину, в безмолвие. И тогда происходит. Шедевры искусства созданы не персоной человека. Они всегда являются средствием чего-то возвышенного, выходящего за. Да, в форме. Форма ограничена. Любое произведение ограничено и не вечно. но нечто внутри этих форм хранит в себе энергию того, что за пределами форм. Оно-то и делает произведение шедевром. Люди чувствуют, они признают его ценность, но не знают, что это такое. Присутствие хорошо передается через прикосновение. Просто через сидение рядом. песня, звук. Они становятся носителями. Затем тишиной. Ваши функции в этом мире все больше и больше начинают состоять в том, чтобы быть в нем пространством присутствия. Можно сказать, вы выкупаете мир, возвращаете ему свободу, не думая при этом, я делаю это. Просто посредством бытийствования полем сознания. Это производит свои действия с чем были, кем бы вы не вступали в контакт. Это уменьшает иллюзию материальности форм. С одной стороны форма, с другой не имеющей формы. Чем шумнее становится внешний мир, некоторые любят шум в разных его проявлениях, тем чётче воспринимается безмолвие. Если бы была только тишина, вы бы ничего не знали о ней. То, что я сейчас скажу, не относитесь к этому как предельной истине, это лишь звуки, исходящие из моего рта. Можно сказать, Бог захотел узнать самого себя. Для этого Он вошёл в мир форм, идентифицировал себя с формой, замаскировался в форму, играет в сновидении форм, затем просыпается от сновидения форм, и в момент пробуждения происходит его самопознание. А теперь забудьте, что я сказал. Это не объяснение. Это лишь малозначимая аппроксимация, приблизительное выражение, отнюдь не объяснение. В жизни прекрасны то и другое. формы шум в том или ином виде и тишина безмолвы, проявленное и непроявленное. В пределе они одно. Вопрос. Частично вы уже ответили на мой вопрос, но последние три дня он продолжает быть во мне. Присутствие и форма взаимосвязаны? Если да, то почему вы упрекаете форму? Если нет, как может форма существовать вне присутствия? «Спасибо, да, они едины». Расскажу, как это было со мной. Когда я в течение нескольких лет пребывал в глубокой депрессии, я знал себя только как страдающее существо. Сознание было тотально идентифицировано с формами. оно было сознанием, но оно проявлялось замаскированным образом, в виде мысли форм, в виде ментального «я». Сознание проявлялось в скрытом виде, как бы переодетом, и знало само себя только как эти формы. Затем произошло нечто, и сознание внезапно знало себя присутствующим как внутри форм, так и вне форм. сознание узнало себя как сознание. Формы по-прежнему здесь, но они не что иное, как внешние проявления некой общей сущности, присутствующей во всех своих проявлениях. Мы используем термин «присутствие» в качестве способа говорить об этом. Мы пользуемся им здесь, в этом учении, потому что не выработаны еще универсальной, приемлемой для всех указатель. В данном учении присутствие означает осознающее себя сознание, сознание, которое знает само себя. сознание представляет собой целое. Когда целое осознает себя, сознание становится присутствием. Но и то, и другое сознание. Разделенность вносит условности языка. Много вопросов может возникнуть, если думать дальше, но они не приблизят вас к освобождению. Я приехал на ваш ретрит из Нью-Йорка. Когда я вернусь домой, мне предстоит испытание. Я хочу сохранить состояние присутствия, возникшее здесь, но знаю, что окружающие люди быстро стащат меня вниз. Неприятно думать об этом. Что мне делать? можно сказать, что когда вы замечаете, что потеряли присутствие, и тем самым вы опять стали присутствующим. Пока вы не замечаете, что утратили, вы действительно его потеряли. Если вы знаете, что присутствуете, вы присутствуете. Это очень неуловимо в фоне. И в тот момент, когда вы узнаете, что вы не присутствуете, вы присутствуете снова. Если это только не мысль, я присутствую, или я не присутствую, значит что-то не так. Когда вы узнаете неприсутствие, оно превращается в присутствие. Знание возникает из присутствия. Таким образом, как только вы узнали, что не присутствуете, с вами все хорошо. Смех в зале. Если отвечать на вопрос другого уровня, то используйте все, что, как вы считаете, служит вам указателем на присутствие. Есть очень много способов. Один из них мы уже говорили о нем. Это заметить, что вы страдаете. любая форма внутреннего дискомфорта, нетерпение, раздражительность – одни из наиболее распространенных форм страдания. Они, как звонок будильника, говорят «ты потерял сейчас». Потому что, если бы вы не потеряли сейчас, не было бы страдания. Сейчас нет места для страдания, оно слишком мало. для возникновения страдания нужно прошлое, будущее и я. Вызовы жизни будут приходить, но они не станут проблемами. Проблеме нужно прошлое, будущее и я, которое думает обо всем этом, идентифицирует себя с ситуацией, реагирует на взаимоотношения людей в этой ситуации. «Вот проблема». Страдания это потери сейчас. «Где оно?» «О, вот». И вы отходите от идентификации с умом. Вначале начинаете снова осознавать чувства, свое внутреннее энергетическое тело. Затем глубоко лежащее пространство сознания. Вот таким образом само страдание может приводить вас туда. Используйте книги, написанные в состоянии присутствия. Прочтите несколько строк. Этого достаточно, чтобы снова стать присутствующим. Периодически прослушивайте записи. Только ни к чему не привязывайтесь, не становитесь зависимыми. Мудрость в том, чтобы использовать помощь без привязывания к форме, оказывающей помощь. Помощь заключается в указывании на то, что за формы. не привязывайтесь к учителю, к его образу, не привязывайтесь к прослушиванию записи, ни к книгам, ни к фотографиям, но умейте использовать все это как открытость. Так долго, сколько требуется. Многие здесь сделали фотографии, они могут помогать вам. Некоторое время смотрите на них, затем отложите в сторону. Слушай записи, не злоупотребляйте. Природа. Используйте все природное. Обращайте на нее свое внимание, потому что природа является собой выражение сознания без активности ума, без мысли. Слушайте, смотрите, познавайте бытие. Это вернет вас сейчас и сделает это проще, чем что-либо созданное человеком. Так как в своем большинстве сделанный человеком продукт его ума. Особенно в городах вы окружены внешними проявлениями человеческого ума. Но даже в центре города можно смотреть на небо или на цветы. Таким образом, став неприсутствующим, вы тут же дегенерируете в мысли. Вы замечаете, что не присутствуете и сразу формулируете концепцию или суждение. Я потерял. Не сознавая при этом всего процесса, как вы узнаете об этом. Я полагаю, что возникновение подобного суждения должно усилить собой присутствие. Я замечаю, что оно недостаточно и сильно и хочу усилить его. Раз вы заметили, вы осознали. Далее осознанность начнет углублять сама себя. Спасибо. Вопросы с зала. Не могли бы вы несколько слов сказать о молитве? Из своего опыта я знаю, что когда приходится бороться с течением жизни, преодолевать страдания, я вспоминаю, что Бог может то, что не могу сделать я. Он наставляет меня на путь открытости сердца. Я чувствую, что молитва Богу очень помогает. Спасибо. Для многих молитва – это просьба о чем-либо. Они хотят что-то получить. Но мы будем говорить о более глубокой молитве, в которой вы ничего не просите, не ищите исполнения желаний. Не добавляйте ничего к себе. Дай мне, дай мне. Мы говорим о другой молитве, том же очень мощном указателе на серенде, которое по своей природе не дуалистично. Когда вы молитесь, дуальность по-прежнему существует. Есть разделение на «я» и «бог». «я» призываю «не молитесь». Всему должно быть свое место. Дуальность может подвести вас к единому, если она используется как указатель. Используйте молитву, мантру, как указатель, ведущий в серенде, состояние открытости, непрошения. Приходящие слова подводят вас к краю. Духовные книги Я очень люблю курс чудес. Духовное учение. Канал в духовность. Сама книга написана из измерения дуальности. В ней постоянно имеет место обращение к Богу. Более того, Бог мыслится как Он, существо мужского рода. Налицо все ограничения, присущие миру форм, миру дуальности. Это не то, чему обычно учу я, так как я учу преодолению дуальности. Но для многих эта книга будет полезной. Для тех, кто испытывает притяжение к подобного рода текстам. Учение встречает вас там, где вы находитесь. Оно приходит к вам в мир дуальности. Вы привыкли к ней. Оно начинается с разделенности. Вы им Бог. И постепенно в процессе обучения, подобно тому, как психиатр, вступая в общение с пациентом, не отрицая сходу иллюзию последнего, говоря, нет, вы не Наполеон, это глупость, это порождение вашего ума. Вместо этого он принимает реальность пациента. Ну хорошо, вы Наполеон. Происходит встреча врача и пациента в его иллюзии. В своем пределе дуальность, разделение на я и Бог, это последняя иллюзия, прекрасная иллюзия. Таким образом, психиатр подключается к пациенту, устанавливается диалог, врач берет пациента за руку, образно говоря, и они вместе выходят из этой иллюзии. дуальность, сначала они должны были встретиться в ней. Текст или учение помогают выйти из дуальности. Они нужны только для того, чтобы забрать вас из нее. Точно так же, как психиатр встречает вас в царстве дуальности для того, чтобы дотянуться до вас. В конце концов, курс чудес выводит вас к нон-дуальности, в сферу единого, очень медленно, очень неуловимо, вы движетесь туда. Наше учение о нон-дуальности, о едином. Если у вас есть потребность в дуальности, используйте ее мудро, как указатель. После молитвы погрузитесь во внутреннюю тишину, в безмолвие, неважно, какова была форма вашей молитвы. Станьте безмолвием, когда молитва произнесена. Безмолвие это царство недвойственного, единого. Молитва указывает на него. Прекрасно. Духовное учение указатель тоже. Пока вы чувствуете, что оно вам нравится, пока вы любите его, используйте. Мудро. Затем наблюдайте тишину. Ко многим людям можно дотянуться только таким способом. Затем они будут готовы к восприятию данного учения. Иначе это учение не будет иметь для них смысла. Оно приходит как самоосознание, как ваше собственное самоосознание. кое-что я оставил за скобками, но вы получили все необходимое для освобождения. У вас абсолютно все есть. Прикосновение к вечности. Последняя иллюзия. Часть вторая. Если музыку подобного рода слушать внимательно, вы заметите, как звук флейты в какие-то моменты прекращается, постепенно слабеет и, наконец, растворяется в пространстве. Если такую музыку слушать сознательно, она станет необычайно красивым указателем на то, как проявленная содевается с непроявленным. Звук умирает, но музыкант умеет невловимым образом снова позволить звуку возникнуть. Мастер позволяет дао сознанию играть на себе, как на инструменте. Очень тонкое движение в направлении прекращения исчезновения. Звук слабеет, он живет очень недолго и затем ничто. Своего рода взаимоигра, взаимодействие между что-то и ничто. Такова и ваша жизнь. Есть одно стихотворение, я полагаю, оно принадлежит Хафизу. В нем он говорит о себе. Я пустота внутри флейты, сквозь которую проходит дыхание Христа. слушайте музыку. Заметьте, он не говорит «Я флейта, на которой играет Христос». Нет, я пустота внутри флейты. Все духовные учения возникают похожим образом. Вы тоже в какой-то момент осознаете, что являетесь пустотой флейты. Вы сначала вы думаете, что вы флейта, а еще раньше вы считали себя играющим на флейте. Вы являетесь всем этим вместе. Это наша последняя встреча на данном ретрите. Но не наделяйте ее особым значением. Это всего лишь форма. скопилось много записок с вопросами. Их всегда больше, чем успеваешь ответить. Возможно, когда-нибудь в будущей книге вы встретитесь со своим неотвеченным здесь вопросом. Но к тому времени ответ вам уже будет не нужен. Вы даже забудете, что спрашивали его. Потому что не вы спрашивали. Это человеческий ум спрашивал. Одни вопросы выступают в роли указателей, другие вводят в спекуляции. Одни вопросы полезны, другие больше для развлечения. Но все они интересны мне. Я люблю их читать. Может случиться, что чей-то вопрос останется неотвеченным. Неожиданно может обнаружиться то, что прежде оставалось незамеченным. Ваше личное отношение к своему вопросу. Почему он не ответил на мой вопрос? Он такой интересный. Почему он отвечает на другие, на такие глупые вопросы, а на мой нет? Вы чувствуете умоление своего «я». Возникает реакция, недовольство мной, раздражение. Все это призвано усилить ваше «я», чтобы победить умоление. Мы говорили когда-то о глубинном смысле реинкарнации. Вы реинкарнируете здесь в свой вопрос, что означает «вы помещаете сюда свое «я»» в мысль, потому что вопрос – это мысль. «Я» отождествляется с мыслью и получает из нее питание. Точно так же «я» может получать подпитку из отвеченного вопроса. «О, он сказал, что это хороший вопрос». «Я» задал хороший вопрос. Я сейчас не имею в виду никого конкретно. Так работает ум. Если нечто подобное произошло с вами, если ваше «я» оказалось в вашем вопросе, более полезно, более жизненно необходимо наблюдать за собой, чем услышать ответ. Из внутреннего самонаблюдения вы получите больше, чем из любого внешнего ответа. Сегодня последний день ретрита. Мы подошли к той точке, чтобы больше не задавать вопросы. Наблюдайте за внутренним импульсом, за желанием спросить еще, но больше не будет. Наблюдайте за этим. Рамана Махарши был большим мастером отвечать на вопросы. Он делал это прекрасно, однако многие вопросы он оставлял без ответа. Таковых было гораздо больше. Отвеченные составляли около пяти процентов. Много вопросов он встречал своим безмолвием. Это было большим, чем любой из возможных ответов. Вы познавали свою привязанность к мыслям о я. Очень трудно уловимая форма мысль о я. Итак, позвольте пространство тишины установиться в зале. Не будем заполнять его новыми вопросами. Я перемешаю записки. В этой тишине ум может активизироваться. Вот мой последний шанс задать вопрос, прежде чем станет уже поздно. Этот вопрос немного с юмором. я замечаю, что многие люди действуют не на нервы безо всякой особой причины. Я серьезным образом проделываю серенды, принимаю настоящие, но они по-прежнему действуют не на нервы. Я как бы сверху наблюдаю за происходящим. Иногда кажется, что мне даже нравится ненавидеть их. Есть ли какое-либо искупление для меня? Кстати, расскажите о ваших знаменитых колокольчиках. Эти колокольчики мне подарили несколько лет тому назад. Семь или восемь лет назад. Далай-лама дал их одному человеку, а тот подарил их мне. Он знал, для чего я их использую на лекциях. Они обладают редкой чистоты звуком. И так люди действуют вам на нервы. Это один из аспектов того, как эго поддерживает свое существование. Критика, недовольство, суждение. Оно любит эти состояния. Что вам делать? Наблюдать. Наблюдайте за людьми, за их реакциями. Наблюдайте за собой, за своей склонностью, за почти пристрастием к этим реактивным состояниям. Нотки юмора, которые я слышу в вопросе, позволяют предположить, что вы сохраняете дистанцию, потому что, начав наблюдать за данными паттернами в себе, они не хотят покидать вас. Недовольство, реактивность, обидчивость, не цепляются за вас. И когда вы наблюдаете за ними, что означает создаете вокруг них пространство, с определенной точки зрения вы уменьшаетесь. Понаблюдайте за собакой, которая бросает кость. Вы хотите испытывать недовольство. Собака живет прекрасно, но присутствие несколько отличается от ее состояния. Крайне редко у собаки есть пространство вокруг кости. Может быть только у очень старой собаки. Она может сказать «Я трансцендировала». Заглянув в глаза очень старой собаки, вы заметите некоторую дистанцию, своего рода мудрость. собачью мудрость. Однако большинство животных взаимодействуют с данной формой костью присущим им образом. Много тысяч лет назад человек вел себя так же. Никакого пространства, тотальная отождествленность. Но теперь у него есть возможность трансцендировать обусловленность, преодолеть ее границы. что не означает моментально ее искоренить. Она ослабевает постепенно. Просто наблюдайте за собой, как возникает раздражительность. И получайте от этого удовольствие, вместо того, чтобы думать, «Я недостаточно хорош, я должен достичь совершенства». не это есть совершенство просветления. Это проекция ума, стремление достичь. Все возникнет само, если вы позволите ему быть. Этого достаточно. следующее записка. В состоянии озарения я чувствую свою связь с тем, чему учите вы и другие духовные учителя. иногда эмоции переполняют меня и хочется плакать. Почему не радость? Это идентификация с делом боли? Возможно, это и есть радость. Зачем подыскивать лейбл, ярлык? Позвольте этому быть. Пусть наворачиваются слезы. Я тоже плачу. Не часто, случается. Я не знаю, как обозначить. Это не печаль, не боль. Это больше похоже на радость. Но мне не возникает желания спрашивать, что такое. Прекрасно просто позволить этому быть. Я слушал песню сегодня утром. Глазам подступили слезы. Я не стал спрашивать себя, почему я плачу, как назвать мои слезы. Было красиво. Позвольте всему быть, не подыскивая позицию, как относиться к происходящему. Если вы умеете не занимать никакой точки зрения, глубоко внутри все наполнено радостью. Красота в том, чтобы не прикреплять ярлыки к возникающим состояниям. Если не получается, то хотя бы отдавайте себе отчет, что лейбл есть лейбл, он не должен захватывать власть над вами. Пребывайте в состоянии позволения. Не называйте это ни хорошим, ни плохим. Следующий вопрос. Как произойдет с нами то, что произошло с вами? И когда? Ответ на это в конце книги «Сила настоящего». Когда у вас не будет потребности задавать этот вопрос? Потому что даже этот вопрос является препятствием, возводимым умом. Так проявляет себя неполнота приятия того, что есть. Следующий вопрос. Если яга порождает комплекс превосходства, то самоумоление можно рассматривать как противоположно ему. не является ли оно более предпочтительным? Самоумоление может только выглядеть, будто бы в нем меньше яга. Но это не так. Яга там такой же сильный. В обоих случаях ментальный образ «я» – паттерн поведения, ассоциированный с имиджем. Комплекс самоуничижения означает «я не так хорош, как…» Комплекс превосходства «я лучше, чем…» Оба идентификации с концепцией «я». В глубине комплекса превосходства лежит страх оказаться не таким хорошим, как другой. А за эгоумоляющим себя, несмотря на чувство самоуничижения, тоже лежит претензии быть больше, чем другой. Только нужно немного подождать. В обоих случаях вы вловлены умом. Как освободиться, вы это уже знаете. Перенесите внимание на то, что есть. Примите настоящий момент. И наступает конец обусловленности. Конец комплексу превосходства или комплексу самоумоления. Или какому-либо еще. Большинство людей между двумя этими полюсами. Следующий вопрос несколько спекулятивен, поэтому ответ будет коротким. В наши дни практически общепринята возможность существования других форм разумной жизни на планетах вне Солнечной системы. Мы вынуждены разочароваться в своих представлениях о себе как единственной форме разумной жизни во Вселенной. Можно ли предположить, что другие формы тоже являются собой частью общего высшего сознания и работают над своим просветлением, как мы здесь под вашим руководством? Да, все формы объяты принципом освобождения, как вверху, так и внизу. Все отражается друг в друге. Это применимо ко всем формам жизни. Нет таких, которые не вовлечены в этот процесс. Где бы не проявляло себя сознание, замаскировавшись в виде формы, оно ищет быть пробужденной от этой игры форм. Где бы то ни происходило, все будет одним и тем же. Пробуждение сознания от сна форм, от заключенности в материи, должно быть одним и тем уже везде. Не важно, насколько удаленной будет галактика. Можно сказать, что подобное происходит одновременно и повсеместно во всех частях космоса. Больше того, можно даже сказать, что сам космос и есть пробуждение ото сна. Только не считайте мои слова предельно истиной. Это лишь точка зрения, небольшой указатель, отдаленная аппроксимация. В этом качестве мои слова будут полезны, но не как окончательное объяснение. Как я могу окончательно объяснить космос, издавая звуки? Это невозможно. Поэтому относитесь к словам с осторожностью. Итак, весь космос должен пробудиться. В противном случае мы тоже не сможем пробудиться. Как вверху, так и внизу. Таким образом, здесь в зале мы позволяем совершаться космическому событию. Оно может выглядеть как персона, ставшая свободной от страдания и несчастья. Но все идет гораздо дальше этого уровня. Кто знает, может быть какой-нибудь визитер в невидимой форме, не в облике находится сейчас в зале и слушает учений. Технологически он невероятно опережает нас, и тем не менее он прибыл на эту примитивную планету, так как здесь есть возможность получить освобождение. Тут постоянно говорят об этом, пишут книги. Смех в зале. Следующий вопрос. Мы переживаем здесь громадное удовольствие, пребывая в вашем бесценном присутствии. Но как мы себя будем чувствовать, уехав отсюда? Как, каким образом можно максимально сохранить и нести в себе это чувство внутреннего мира и наполненности, когда вновь смешаемся с нашей жизнью? Я бы хотел, чтобы мир был полон Экхартами. Тогда процесс самосознания протекал бы проще и быстрее. С благодарностью ваших ног. Спасибо. Может быть, отвечай на следующую записку и отвечу на предыдущую, хотя она и не была вопросом. Прошлой ночью я переживала печаль. Я позволила ей быть и наблюдала за ней своим присутствием. Одна часть печали была связана с окончанием обучения, пока я не осознала, что вы познакомили меня с вечным учением внутри меня самой. Я почувствовала мир на душе. Вторая часть печали была связана с расставанием с моим дорогим другом и учителем Экхартом, пока я не осознала, что часть вас теперь всегда будет жить в моем сердце. И тогда я испытала благодарность. Не только часть меня, я целиком в вашем сердце в виде вас самих. Этим мудрым я встречался со многими из вас лицом к лицу. Я встречался с самим собой. В различных формах, но с собой. Таким образом, я знаю вас очень хорошо, без необходимости что-либо знать о вас. Существенная разница. Когда он говорит «Я знаю вас», он подразумевает «Я знаю многое о вас». Это отличается от «Я знаю вас непосредством ума». Я могу ничего не знать о вас, потому что знание о вас не столь важно. Оно касается мира форм, вашего прошлого, вашей истории. оно касается содержания вашего ума, вашей обусловленности. Все это о вас. Но это не вы. Люди считают, если они знают о чем-то, они это знают. Многие пары живут вместе, но не знают друг друга, потому что они не знают самих себя. Нельзя знать другого, не зная себя. Непосредством мысли, конечно. Все, что вы знаете на уровне мысли, это о чем-то. Это относится ко всему, не только к знанию другого человека. Знание о природе, о растениях, все это различные аспекты форм. Таково знание о. Это знание о формах, но не знание их сущности. Знание о формах несет в себе элемент разделения, поскольку это знание посредством концепции, которая является собой дополнительную форму. Знание о формах должно занимать в жизни свое место, оно бывает очень полезно, иногда без него не обойтись. Но не надо попадать в ловушку знания о формах. Это ужасный вид рабства, независимо от вашей степени осведомленности о мире, о людях. Знание о формах должно быть сбалансировано знанием о сущности вещей, знанием не являющимся мыслям. Оно возникает, когда ум стихает. В повседневном мире мы, конечно, не сбалансированы таким образом. Каждый потерялся в формах. В школах учат знанию о формах. Можно сказать, то мучит всему, кроме одного, что по-настоящему имеет значение. Университеты знают обо всем. Знания процветают. Пишут диссертации на тему о прочности волос. Специализация отраслей знания становится все более и более узкой. Ум все более фрагментируется. Люди могут работать в одной области, но быть разделены своей узкой специализацией. Человек, попадая в такую общественную систему, становится обусловлен. Один мой университетский друг написал научный труд на тему «Внутренний мир полевой мыши». Три или четыре года интенсивных исследований. Я не говорю, что это плохо. Я лишь показываю, к какой фрагментации мы подошли. рождается сильное стремление человечества к истине, к подлинному знанию. Особенно в обществах, развивающихся в направлении фрагментации, в сторону процветания моей вещей. Расцвет мысли сопровождается обилием вещей, так много всего вокруг. Мы на нашем ретрите имеем дело с тем, что со временем, поскольку люди становятся все более сознательными, станет основным предметом в школах. Это будет то, с чем мы имели дело здесь всю неделю. Эта абсолютно натуральная, естественная вещь станет сердцевиной обучения в школе, вокруг которой будет вращаться все остальное. Все станет на свои места. Внешняя тишина и внутренние безмолвы. Достаточно замечать, затем почитать их. Как это может покинуть вас, даже если вы и уедете отсюда? На самом деле вы никуда не уезжаете. Меняется воспринимаемое вами вокруг, подобно декорациям в театре. Идет подготовка к следующему акту, сцена приходит в движение, все перемещается в разных направлениях, и вдруг вы обнаруживаете себя уже среди новых декораций. Но по сути ничто не изменилось. То же самое с вами. Ваш отъезд это смена декораций. Но всегда и везде только сейчас. В действительности это одна из доставляющих радость вещей. Смена декораций, позволение быть изменчивой природе всех форм, постоянное столкновение предметов, мимолетность переживаний, все так скоротечно, вы позволяете этому быть. Смотрите на это. Несколько дней назад я вкратце упомянул. Позволение, наблюдение, они идут вместе. И затем полагание, что есть нечто за временем, за изменчивостью. Рождение и смерть, вечность. Очевидный факт неиссякаемость природы всех феноменов, всех форм. Познать это можно не посредством ума, дающего всему название, а через смотрение, посредством восприятия того, что за. Нет ничего, что можно увидеть за. Если бы весь мир был зеленый, зеленый цвет не существовал бы. Нужно что-то не зеленое, чтобы видеть зеленое. Таким же образом, нечто неизменное вы можете познать только на фоне изменчивого. Позвольте себе увидеть. Это и есть сознание. То необусловленное, которое видит то, никак не называя его. Это и есть вечное безмолвное присутствие. Позвольте себе увидеть его. По этой причине в некоторых странах буддийские монахи посещают морги. Они просиживают там по несколько часов, созерцая умершие тела и размышляя непостоянство. С западной точки зрения они ведут себя ненормально. Но в их поведении заключена глубокая мудрость. Созерцание изменчивости, непостоянства. Наиболее сильным средством наблюдения за непостоянством является созерцание смерти, того, как она возникает. Рано или поздно, но она возникнет в сейчас. Много форм ее проявления. Окончание ретрита одна из ее форм. Прекрасно. Каждый конец, каждое прощание, крохотная смерть. Поэтому у людей потребность тот же сказать «Вскоре увидимся, до встречи». Они столкнулись со смертью. Они хотят уверить себя, что расставание не навсегда. Я не говорю вам «До встречи на новом ретрите». Смех в зале. «Я буду счастлив, если мы не увидимся. Значит, у вас нет необходимости приезжать». Прекрасно. Если я встречу вас снова, тоже прекрасно. Сейчас я позвоню в мой легендарный колокольчик. Это будет призывом к присутствию, призывом к пробуждению от ума. Безмолвная тишина в зале. Отправляйтесь в свое путешествие сквозь пространство во времени, но, что более важно, в путешествие в настоящее, как можно глубже в сейчас, в безвременное. Своеобразный парадокс. Как такое возможно? Но на этом еще не конец, вернее, все только начинается. Большая просьба именно к тебе лично. Не забудь подписаться на этот канал обучения и саморазвития, чтобы каждый день становиться все успешнее, осознаннее, добрее и мудрее, развиваясь вместе с нами и нашими экспертами. А главное, общаясь с огромным сообществом, развивающихся в разных направлениях людей, среди которых легко сможешь найти себе по-настоящему правильных друзей со схожими интересами, которые будут тебя мотивировать к новым достижениям. Не бойся дружить, советовать и помогать другим в комментариях. И, конечно, чтобы получать оповещения о последних и самых полезных видео, рядом с подпиской необходимо нажать и на колокольчик. Также не забудь поставить лайк, если тебе понравилось видео, напиши свое мнение или вопрос по теме, а другие зрители и наши эксперты постараются отвечать максимально быстро и развернуто, ведь мы читаем все комментарии. Поддержи нас и развивайся вместе с нами. Ну и, конечно, если ты больше любишь читать, то заходи на наш официальный сайт Портал обучения и саморазвития, где можно найти тот же материал и в печатном виде. Ссылка на эту статью на сайте будет в описании. А если у тебя есть возможность поддержать развитие проекта материально, то найдешь там же и ссылочку на пожертвования и помощь каналу. И главное, не забудь поделиться этим видео с друзьями. Давай делать больше хороших дел, распространять знания и помогать друг другу. Доброты и мудрости, к сожалению, так не хватает этому миру. А на этом будем прощаться. Рекомендую посмотреть и другие видео, в том числе на непривычные для тебя темы. Важных направлений саморазвития на самом деле очень много, поэтому мы подготовили большой набор лучших материалов, чтобы каждый мог найти нужное, а также имел возможность развиваться в разных темах, а не только зацикливаться одной, сужая тем самым свое видение, мышление и мировоззрение. Естественно, желаю тебе в любом случае мудрости, любви, успеха и всех остальных благ. Хорошего и продуктивного тебе сегодняшнего дня, а сейчас отправляйся заниматься полезными и добрыми делами в реальной жизни. Или, чтобы стать еще мудрее, переходи к просмотру следующего видео на автовоспроизведении или из тех, которые ты сейчас увидишь перед собой на экране. Всем добра! Субтитры